Стиральная машина занусили, жалобы на то, что при отжиме посторонний звук появился и искры с под машинки. Звук такая, как будто тихая сварка происходит. Но решу, что проблема в щетках. Сейчас скроем, разберем, посмотрим, все покажу. В общем, вкратце процесс ремонта. Снимаем верхнюю крышку, головка на 8, на 8. Сдергиваем ее, для того, чтобы дальше нам добраться до двигателя, нам нужно открутить воду, скинуть шланг, открутить на 8, на 8, снизу, с той стороны тоже, и вот заглушку убирать нужно, и тоже на 8. И тогда задняя часть отходит. Показывать не буду, в принципе, понятно. Берем, вставляем в любой острый предмет и отковыриваем. Наловка на 8. Откручиваем. Ничего сложного. Здесь, когда будем заднюю стенку отодвигать, будет мешать вот эта планка. Чтобы не скидывать клапана, мы вот эти отжимаем и поднимаем вверх. И она остается здесь, а металлическая задняя часть, все уходит в сторону. Так, все, я открутил везде. Этой поднял. Теперь мы отодвигаем ее на себя. Одну рукой не мытью. Все, заднюю часть убрал. И у нас тут все в окна ладони. Это мои любимые машинки. Одни из самых любимых. Потому что после того, как мы убираем заднюю часть, у нас все в окна ладони. У нас есть ТЭН, двигатель, амортизаторы. Амортизаторы здесь. Здесь производился ремонт. Менялась помпа, амортизаторы, подшипники. ТЭН. Четыре года назад. Машинке 17 лет. Машинки очень хорошие, качественные. Хорошо стирают. Довольненькие мои любимые машинки. Сейчас нам нужно добраться до двигателя. Двигатель у нас прикручен на 8. Раз и два. И еще с задней стороны есть тоже 2 на 8. Вот они неудобны. Их нужно открутить. Большинство мастеров их после первого ремонта уже не ставят на место. И не нужно было. А я поставил. Соединяем колокольчик проводов. Берем прям зажгут и тянем. Так, сзади я выпутил. Это нам немножко неудобно доставать. Так, еще один надо вытаскивать. Да, без вот такой вот длины будет крайне неудобно вытаскивать насадки. Все, извлекаем двигатель. Туда. Вот он. Внутри может быть все черное от угольной пыли. Если машинка в возрасте уже. Поэтому пугаться здесь нечего. Видим много угольной пыли. Сейчас щетки открутим. Посмотрим. В каком состоянии. Да, друзья, смотрите, что и требовалось доказать. Щетки закончились. Их хватило на 17 лет. Двое детей, семья. Стирки практически каждый день. Вот вам и качество. Хоть машинка собрана и в России. Но это итальянская сборка. Довольно-таки. Уверен. Все было сделано в те годы. Не то, что сейчас. Вот она вторая щеточка. Сейчас будем щетки менять. Да, если есть возможность по-хорошему на двигатель компрессором продуть. Чтобы вот этой угольной пыли меньше было в нем. Но у меня сейчас нет возможности. Я этого делать не буду. Просто поменяем щетки. Работала она как сваркой. Контакт был плохой. Двигатель вращался. И очень сильно искрил. И прям искры были с под машинки. Это 100% щетки. Поэтому сразу и догадался. Ладно, еще щеточки заменим. Когда меняете щетки, вот эти контакты. Очень тяжело будет сниматься. Достаточно вот здесь на лапку нажать. Вот она торчит. И контакт очень легко снимется. Так, собственно щетки. Вот они размеры. Ссылку оставлю. На Валдересе заказываю. Поставщика довольно-таки хорошее. И цена хорошая. Вот так вот они выглядят. Бывает, после снятия вот этой вот защитной ерунды, щетка не выходит. Но это нормально. Она зажимается. Ее просто достаточно вытащить с этой стороны. И она будет функционировать, работать. Поэтому никаких проблем. Не пугайтесь, если она у вас выясняла, она у вас там осталась. Просто достаточно вытащить ее. Все, эти щетки довольно-таки легко меняются. Они идентичные. Чуть-чуть здесь есть отличия у них внешне. А по размерам, по посадке все то же самое. Просто вставляем их обратно в посадку. Повторюсь, если есть компрессор, по-хорошему все продуть нужно. Ставим щетки на место и проверяем. Сейчас я все установлю. Да, я же не сказал, какой должны быть длины. Вот длина. Сравните. Есть разница, да? Все, щетку переставил. Вот так она в рабочем состоянии выглядит. Вот. Легко входит, выходит. Обращайте внимание на угол, скос. Он должен быть такой же, как и на вашей. Чтобы вы правильно установили. Вот. Контакт кверху у нас. И мы ставим под таким же углом. Первое время, когда мы поставим новую щетку. Сейчас камень сфокусируется. У нас есть вот эти однориски. Это притирочные. Какое-то время, может быть, он будет притираться. Может быть, посторонний звук. Но это, как правило, до 80 тирок. Потом он исчезает и работает в штатном режиме. Многие блогеры говорят. Протирать наждачкой и так далее. Я вам не советую это сделать. Потому что можете свой двигатель захоронить. Поэтому просто щетки поменять. Этого будет достаточно. Смотрите. И жужжачий звук. Щетки еще не притерлись. Поэтому это норма. Я же повторюсь. Первые там 8 стирок. Если будет посторонний звук, это нормально. Все. Щетки поменял. Обязательно не забывайте контакты одеть обратно. Многие меняют, собирают, потом включают, не работают. Забывают все лишь контакты подсоединить. Чтобы контакты все были плотные. Все. Собираем. Все в обратном порядке. Устанавливаем двигатель. Прикручиваем. Я, наверное, два болта дальних не буду прикручивать. Что-то не хочется. Наверное, так все хорошо держится. Просто потом, если бы сейчас не было под руку вот такой гнителя, было бы очень тяжело их выкручивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ремень всегда одеваем со шкилы двигателя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На месте. Все, собираем. Он подошел к концу, теперь стадия проверки. Включу быструю стирку. Замок закрыла. Помпа сработала, откачала остатки воды. Сейчас должен быть набор воды. Это все ваши дезодоранты. Машинку нужно протереть. Машинки очень хорошие. Момент истинный. Наберет водички и закрутит ветер. Работает с посторонним звуком, жужжащим. Звук, повторюсь, пройдет. Все, ремонт окончен. Кому помог, пишем комментарии, ставим лайки. Подписываемся. Всем пока.